Николай Николаевич, вот почему вы покупаете, вы все назвали территорией, где покупаете семенной картофель, это север. Вы своим семенным материалом, похоже, не пользуетесь, да, то, что вырастили. А многие пользуются вот своими семенами, что вырастили, то на следующий год и сажают. Причем говорят, что вот как-то она вырождается картошкой, что-то урожай похуже. Почему вы на север нацелены? Нет, почему? Тут чуть-чуть вот как раз, дело в том, что я колхозник и вырос в сельском хозяйстве. Дело в том, что не так. Мы Бориса Михайловича тоже покупаем, это на юге. Но у него были высокогорные места. Но мы когда увидели, где они растут, это чистейший воздух, это прекрасная земля, пух, это такой шикарный чернозем. Но как тут может просто любой человек не понять, что, ну не могут там вырастить семена плохие. Это вот касаясь юга, да. Если бы так занимались все, именно там, я бы с удовольствием на юге покупал. Потому что горы есть горы. Прекрасный картофель, чистейший. Вот семена я там беру, вот шикарно. Почему Тверская, Богородицкий, Альон, Тула, там Россия, Центральная Россия. А потому что у нас российский есть обман. Можно семена выращивать, я это говорю открыто. У нас можно выращивать, и у нас семена можно выращивать. Но мы же прекрасно знаем, не надо никого обманывать. Если ты занимаешься семенами, ну занимайся семенами. Но у нас что получается? Начинается, не буду называть хозяйство. Я занимаюсь семенами. Ну так, пыль, глаза, ближайшие тут хозяйства. Говорят, я сам выращиваю семена. Все это бред полный. Да, первый год мы тоже семенами занимались. Можно вырасти там суперэлиты, там вот мы Жуковские, допустим. Сами себе выращивали, прекрасно, урожай вырастили и все остальное. Но рано или поздно ты на этом ловишься. Потому что у нас начинается одна беда. Первое, что мне семена помешали, я не стал семенами заниматься, и все остальное. Я правильно понимаю, семенами должно заниматься вокруг меня, не должно быть никаких семян других. Я должен заниматься именно вот этими сортовыми семенами, участками, и которые вокруг, это все прекрасно знают. И агрономы, и те семеноводы, когда ничего не должно быть, это уже нарушается. Брехня вокруг, простой столовой картофель, рядом корейский картофель, рядом то. Это уже переопыляются. Это уже не семена. Согласится даже любой ученый. Второе, я просто исходя из того, а маленькая такая хитрость. В Центральной России нет срока такого, чтобы они баловались. Вот они картошку сейчас вот только там садят, и у них срок как раз вырастет вот это семена. Что наши делают? Он говорит, семена, сам ее догоняет, я не буду опять называть, догоняет ее до 60, потом калибрует. И вот эту образно калибровку 35-40, он говорит, это семена, а это я продаю. Подожди, дорогой. Так ты же нарушил технологию выращивания семян. Ты же нарушил технологию семян. Какие же это семена? Да, и вот эти семена, они продают по 10 рублей. Вот как раз по 15 рублей. А что нужно было сделать? Догоняешь до образа семена, мы выращиваем, вот она 35-40. Все, скашиваешь ботву, фунгицидишь, чтобы болезни не было. Мало то, что до этого еще, как говорится, перескочил, семена обрабатываются там, срок там, допустим, 9-8 дней, а чтобы семена хорошие выросли, там и микродобавки нужны, и калийные подкормки, и фунгицидит нужно через 7-6 дней, чтобы мы продали качественные, чистые семена. Мало то, что скашиваешь, еще фунгицидишь, чтобы через ствол не заболело. Кто это делает? Ну не надо, Лукаев, кто этого не делает? А это затраты. И если вот эту цепочку всю технологию сделать, мы себестоимость считали, а они и выходят, извините, 20 рублей. Вот просто одна себестоимость. А ты же еще сюда надо добавить что-то, мы же должны что-то заработать. И я никогда не спорю, когда мне звонит человек, говорит, ну 35 рублей, я просто ему говорю, ну для нас, он говорит, ну для вас 2 рубля скину. И я его понимаю, он и больше не может скинуть, ему же тоже заработать хочется, и все остальное. Вот поэтому я был в Твери, вот красная звезда, находятся поля, едешь в шикарный лес, и посреди леса поле, да там дышишь даже по-другому. Вот вы же были, да, дышишь по-другому. В Ленинградской области, Садокос, я 3 раза был там на конференциях по полям, все остальное. Да там дышишь по-другому, посреди леса, сам лес. Убивает всю вот эту заразу, и все на свете. И мало того, что вот мне понравилось, я в Садокосе был, дадимая, не был, там вообще вот Богородицкий альянс, там одеваешь бахилы, одеваешь плащ, а потом только идешь в поле, молодцы, чтобы ты еще там с обувью не занес, не принес все остальное. И когда я вижу вот такой подход, и когда мы еще по полям полазили, ну я-то знаю, что она уже не перерастет у них. Я даже ездил, когда они уже начинают копать, они уже торопятся там, в сентябре уже, а у них уже в сентябре, знаете, да, уже приходит почти зима. Да, и они торопятся, и у них вот этой фракции нет. И они молодцы, кто правильно занимается, они просто отмели с головы вот эту дурь, а давай еще подзаработаю, выращу побольше, и там и откалибрую, и это пойдет Юзефу, а это он в магазин. И вот это нарушение. Поэтому я здесь не верю, вот не верю, кто это вот этим занимается. Полная болтовня. И когда начинаю говорить, ну а тебе это какая разница, что это, ну-ка, ну ладно, ты занимайся. Но я лично, да, вот я намного смелый, взять кредит, много набрать, технику перевооружить, смелости хватает, говорит, рисковый, да. Но насчет этого я трус. Вот если я закуплю плохие семена, если я, руководитель, не подумаю об этом, и 200 человек умножить у каждого по трое, по пять детей, завтра выкинуть на улицу, и за... Да мне вслед плевать будут. Вот честно слово. А беру-то я не наемных людей. Я никогда не брал за 15 лет наемных людей. У меня все наши местные Семикаракорские районы. Пускай они, наши, работают. Потому что мне здесь ходить и жить, и работать, и все остальное. Вот поэтому подход.